Уважаемые любители моих небольших роликов, мне неоднократно ко мне обращались и меня просили тем, чтобы я восстановил передачу, которую я придумал, когда вёл эфиры на радиостанции «Говорит Москва». Там я ввёл такой раздел передачи, где рассказывал о всяких новейших достижениях науки, которые, так сказать, не совсем соответствуют даже учебникам школьным начала XX века. Ну, это бывает, ничего страшного, но требует иногда пояснений. Потому что так называемые учёные, которые не столько занимаются наукой, а сколько карьеризмом и воровством денег, это обычное дело во всём мире, удивляться этому нечего. Они, собственно говоря, часто обманывают людей, пользуясь их неграмотностью или недостатком образования. Поэтому я восстанавливаю эту знаменитую передачу, которая многим понравилась. Она называлась «Панамские утки». Почему «Панамские» и почему «Утки»? По одной простой причине. Дело в том, что в своё время, до революции в Российской империи, тоже хватало жуликов, и не только среди академиков. Их было много и в любой другой среде. Ну, типа ОМММ, это регулярно случалось. И вот была знаменитая история, когда прохиндеи собирали деньги на постройку Панамского канала под обещание, что все вложившиеся хорошо заработают. Собрали не кучу денег, ну и, конечно, значит, испарились. И с той поры такие вот афёры глобальные в Российской империи стали называться «Панамой». То есть в том смысле, что как бы очередная постройка очередного Панамского канала. А «Утки» – это тоже знаменитое название, потому что есть так называемые политические, научные, медийные утки. То есть это которые бегают, хлопают крыльями, кричат «кря-кря». Ну, это у нас блохеры, политолухи, эти самые популизаторы. Это вот из группы, относящихся к утинам. То есть вот утки тут, понятно, ни при чём, у них своя жизнь. Но эти вот и примерно те же самые звуки с тем же самым смыслом издают. И поэтому как бы есть такое представление о том, что утка – это значит обман газетный, журнальный, литературный, научный. А панамские утки – это значит здесь ещё спрятана и большая прохиндиада с Панамой. То есть иначе говоря, панамские утки – это жулики среди жуликов. То есть таким образом мы как бы возвращаемся к той моей идее о том, что про науку надо что-то говорить. Иногда надо говорить правду, а не то, что вам рассказывают в телевизоре. К сожалению, в большинстве случаев там за науку выдают желание оправдать трату государственных денег. Ну, мы знаем с вами из истории про томику, геномику. Дальше у нас были большие истории с клонированием, с холодным термоядерным синтезом и много ещё чего. Но сейчас уже отчаянные прохиндеи вслед за западными такими же прохиндеями повторяют про когнитон, рассказывают о том, что мы думаем глиальными клетками. Это правда, если ваш мозг работает по пищеварительному принципу – нажрался и заснул. То есть вот это как раз в рамках очередной панамизации уток. Но сегодня будет речь идти не об этом. Сегодня мы с вами поговорим о вечной жизни или бессмертии. Это вообще бесконечный источник вдохновения учёных, мелких жуликов, прохиндеев, полуграмотных. Значит, собирайте ей денег и всего остального. Это огромная область, которой каждые несколько лет возвращается тот или иной сообразительный малолетний бизнесмен, который хочет ещё немножко наскрести денег. Хотя встречаются и глубоко заблуждающиеся люди, которых такие же популяризаторы разводят. Значит, то есть бессмертие – это такая тема очень интересная. Последний раз она очень сильно оживилась. В десятых годах, в одиннадцатом, двенадцатом, тринадцатом году, когда вышел фильм про синих человечков с хвостом. Там вот эти аватары скакали. Ну и малограмотные люди с такими большими проплешинами в образовании, они возбудились и поняли, что вот-вот и мы сможем решить проблему бессмертии. Решать её пытались по-разному. Ну, известные там пилюли с Кулачёва, которые прекрасно помогали крысам от похмелья, но, к сожалению, не были реализованы. А уж сколько денег туда всадил Терибаск, я вообще не могу передать. Очень жаль. Могли бы пойти эти терибаскины деньги на какую-то серьёзную науку. Я не завидую. Мне просто жалко, что та же бизнесменов, которые хотят что-то сделать, разводят нечистоплотные исследователи. Ну так вот, после этого возникла идея на базе вот этого фильма про синих хвостатиков о том, что можно будет пересадить человеческий мозг в машину. Вот в чём дело. И здесь, значит, известный, как это называется, футуролог. То есть брехун-разрядник о светлом будущем. Курцвейл, который объявил, что уже в 2030 году уже создадут нанороботов, а он вообще, понимаете, футуролог, то есть болтун. То есть человек без образования, просто который входит в патологические затрёпы, начинает врать то, что прочитал в популярном журнальчике, типа «Сайенс» и «Меч». Ну это же ужас. И он убедил массу людей о том, что вот скоро сделают маленьких таких нанороботов. Ну кино насмотрелся, где там героев с помощью шприца втыкают в ягодичную мышцу. Сходя из этого гениального прозрения, этот футуролог убедил всех, что скоро будут нанороботы, которых прямо вам саживают, кофе они приходят и подчиняют органы. Как они будут подчинять, из чего подчинять, футурологи об этом не думают. И он организовал большую шайку и убедил в том числе, к сожалению, нашего и миллионера, и энтузиаста, такого Дмитрия Ицкова, который создал компашку под названием «Аватар». Это было объявлено, это есть в интернете, можно найти, что к 2045 году всё, проблема вечной жизни будет решена. В том смысле, что ваши мозги, ваше сознание пересадят в компьютер, а тело вам сделают из железок. Это здорово, конечно. Но вот он собрал большую компанию международную. Это Теодор Бергер, Стюарт Хаммеров, через два «Ф» пишется, Хироси Исигура, ну и, конечно, наш Александр Каплан, который в университете надевает такие вот шапочки на голову, чтобы мерить мысли. И он там легко интегрирует человеческое сознание с помощью настольного компьютера. Ну и инициатива, естественно, она была начата ещё в 2011 году. И, конечно, были предложены не просто так, а карта развития кибернетического бессмертия. Вот это да! Какие-то мозги, какие дети, что вы! И 2015 и 2020 год было назначено разработать «Аватар». То есть что? И управляемый интерфейс из человеческого мозга-компьютера. Вот уже он четыре года, наверное, существует где-то. Можешь спросить у Теодора Бергера ещё кого-нибудь. Куда? Где он уже четыре года спрятан от нас? Ну, что-то мне кажется, что никакого интерфейса мозг-компьютер так и не создано. Потому что движение мышки по экрану – это ещё не интерфейс мозга. А в 2020-2025 году, то есть на следующий год, ждём, будет создана автономная система жизнеобеспечения человеческого тела. Вот тут-то медицина и процветёт. И эта самая автономная система жизнеобеспечения человеческого тела будет связана с роботом. То есть это прообраз интеграции мозга-робот. Робот, наверное, жизнеобеспечения привяжут к роботу верёвочками, как-то так. Ну, в общем, какая-то такая перспектива. Думаете, это вот только у нас с помощью этого охмурённого любителя вечной жизни происходит? Нет. В Калифорнии с 2012 года, всего на год позже, Джон Фишер создал гигантскую систему, в которой объединил всех исследователей по бессмертию и стал, обещал раздавать гранты по 2,4 миллиона долларов. Кому же? Нейронауки, биологические науки, философия и психология. Особенно мне нравится, как будут использовать идеи Платона философские или Ницше в интеграции человека с машинами или в создании вечного бессмертия. Это классно. Ну, там ей попахивает, конечно, немножко душезушком так этот проект калифорнийский, потому что там знаменитые специалисты-покрионики, то есть это когда целиком человека замораживают, обещают, что он оттает лет через сто, и тогда уже все болезни будут вылечены, его оживят, он будет опять жить. То есть старая история. Продлевание жизни посредством замораживания, так сказать, субпокойников в терминальном состоянии. Ну, пожалуйста, все уже готово. Я думаю, что это одно из основных направлений, то есть это вербовка новых клиентов с большими деньгами, которые бы эту всю морозильную кармеру в Неваде оплачивали. Это огромная, причём существует огромная околонаучная среда. Ну, причём обманывают очень хороших людей, которые, в общем-то, кое-чего сделали. Я не могу сказать, что они ангелы небесные, с ними не знакомы, но Ларри Пейдж и Сергей Брин – люди известные в узких кругах. И они хотят стать бессмертными. Причём так и объявляют. Ну, они пока молодые, ничего не грозит. И там, значит, начинают цитировать Ной Харари, которому я уже посвятил специальный разбор его книги, который является таким промежуточным фазом между околонаучного популяризационного бреда и пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Ну, и понятно, что все эти, которые обещают бессмертие, они куда двигаются? Они двигаются в Силиконовую долину. Там-то и сконцентрированы потенциальные бессмертные, с большими толстыми кошельками, что и, собственно говоря, и привлекает учёных, занимающихся бессмертием. И как-то, значит, уже после создания знаменитой вот этой фирмы калифорнийской, в 15-м году в Нью-Йоркере была большая статья, где журналист не поленился и собрал самые разнообразные сведения об этом деле, в том числе интервью таких, как Сергей Брин. Очень занимательно, советую вам почитать. Ну, и там как раз упоминается. Дело в том, что огромное количество этих прохиндеев от науки обещали найти специальные гены. Ну, гены же – это самое модное, это же всё. Генетика – царица наук. Примерно как математика в 18-м веке. Они обещали, что они найдут гены продления жизни. И взяли для этого круглую нематоду, червячка такого малюсенького, несколько миллиметров, ну, в любом килограмме земли, летом их несколько сотен тысяч. Работали, 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 почти нашли, но потом вдруг неожиданно выяснилось, что там надо ещё 550 генов учитывать, которые отвечают за старение этого круглого червя, которые регулируют продолжительность жизни. Ну, там много теорий сразу стало возникать, что ДНК ломается, митохондрии распыляются, уж как, я не знаю. Индокринная система, значит, провисает или становится недееспособной. Ну, мы знаем, как лечить это. У нас классик нашего жанра. Это Булгаков описал, профессор Преображенский. Готов всегда подсадить яичники обезьяны, ну, чтобы побороться с вригидностью стареющих красавиц. Ну, это мы, так сказать, с вами знакомы. Вот. Долгое время извлекали деньги из доверчивых миллионеров и миллиардеров, любители изучения таломер. Ну, то есть, это те самые молекулы, которые прицеплены к ДНК, и которые укорачиваются при каждом делении клетки на одну таломеру и не пришиваются. Если пришиваются, то это, получается, раковая клетка, которая не дифференцируется. А так, значит, жизнь клеток ограничена пятьюдесятью делениями. Ну, это известный факт. Но возникла проблема. Почему? Когда стали повнимательнее смотреть не только в микроскоп, но и задумываться о том, что они делают, а некоторые мерзавцы, те, которых не оплачивали соответствующим образом, стали распространить какие-то гадкие сведения, о том, что, например, у мушей там таломерные хвосты вот эти, они огромные, а живут они недолго. Как-то это не складывается. Жизнь короткая, таломер много. И всякие прохиндеи стали влезать в это. Особенно потрясают то, когда компьютерные мальчики, вот эти вот, у которых вообще образования никакого нет, значит, они пытаются решать проблемы старения. Ну, например, такой Ди Грей, специалист по искусственному интеллекту, который до сих пор не наступил. Ну, может быть, он в нём просто нуждался. Он говорит, что у нас есть семь типов физических повреждений. Откуда он их взял? Какие повреждения? Почему повреждения? Вот с этой бредятиной он говорит, что победим семь повреждений и получим вечную жизнь. Ну, это типа как в начале перестройки говорили о том, что надо семь фруктов в день съедать. Малинка, клубничка, черничка, там, яблочко, игрушка, и все болезни пройдут. Покончите со старением. Хотите? Вперёд. Так примерно и здесь. Семь физических повреждений. Ну, то есть, мистика раннего средневековья отдыхает. Ну, есть и серьёзные, значит, фальсификаторы исследователей. Потому что, например, долгое время паразитировали на старение клеток. То есть, такие зомби-токсины были открыты. САСП. И придумали, что надо сделать таблетку специальную, Бога, чтобы эти токсины связывать. Кстати, вы от Безоса получили 16 миллионов долларов. Тоже неплохо. Поскольку я в прошлом месяце отдал свою зарплату, чтобы купить просто антитело. Два. Поскольку снабжение, вы понимаете, оно ещё то. Несмотря на то, что мы развиваемся просто семимильными шагами. Но работать не с чем. Поэтому приходится тратиться. Заниматься за мукой государственной по госзаданию за свой счёт. Дальше. Огромные паразитические проекты были по поводу сингулярности. То есть, это слияние с компьютерами. Мы объединимся. Ну, сейчас на этом тихо паразитирует. Громко шумит, но тихо паразитирует наш любимец. Это наш кенгуру, незабвенная, который запускает ракеты в космос. И, так сказать, пытается объединить с процессором компьютер. Ну, пока свиньи, теперь человек. Так что оставим пока это. Но самым блестящим исследователем в этой области, о котором я уже упоминал, создатель California Life Corporation, или Company, я не помню. В общем, калика сокращённая. В 2013 году это Рэй Курцвейл. О, этот молодец. Он получил миллиард долларов на поиск маркёров старения. И он, собственно говоря, стал раскручивать эту панаму с голыми землекопами, которые с их, вот точки зрения, очень страшные, но вечные. Я не буду в это вдаваться, поскольку знаю хорошо предмет, и он описан многократно. Но на это он получил миллиард долларов, а потом, значит, с маркёрами как-то тихо загрустил, и вместо маркёров, как я вам уже говорил, он создал в Калифорнии Центр Бессмертия. И теперь раздаёт гранты. Ну, и, конечно, кое-что себе оставляет, надо же понимать. В Стэнфорде тоже этим балуются. Там Том Ранда в 2005 году он начал говорить о том, что только гетерохронный парабиоз и только переливание крови от молодых старикам может продлить жизнь. Это что-то мне напоминает не средневековья, нет. Академика богомольца, который в книжечке 1937 года писал не с не меньшим азартом о том, что для продления жизни в СССР самое главное это живительные лучи сталинской конституции. Ну, и там предлагал всякие варианты, в том числе благодаря его пропаганде продления жизни у нас тоже пытались переливать кровь от молодых старикам. Ну, чтобы омолодить. Ну, как известно, знаменитого Мао Цзэдуна кормили спермой молодых мальчиков с целью продлить его жизнь. Причём на это на всё ведутся ну, уже с коммерческими целями и такие серьёзные организации. Ну, вот, например, Эми Оэйджерс предложила Навартису блокаду белка старости, так называемая ЖДФ11. Как он влияет на старость? Это довольно сложно. Один белок всего, всё, мы его заблокируем и все будут жить вечно. Нормально? Ну, поскольку Навартис, там же не дураки сидят, они знают кое-что в том, как пропагандировать омоложение вечной жизни, как самое главное это продавать. Работа пошла. Так что и молодая кровь, и размножение нейронов гиппокампи с её помощью, то не вис. И корейские подходы к лечению Альцгеймера это всё одним миром мазано. К сожалению, ничего нового с времён очаковских не происходило. Но есть действительно энтузиасты такие настоящие. Это Брайан Хейли, значит, имеющий у себя, кстати, в доме барокамеру, на всякий случай, 60-летний микробиолог, он как-то додумался себе ввести в ляжку ген, аналог гена релизинг-фактора, гормона, роста. G-H-R-H с целью омолодиться и сделаться вечным. Ну и чего? Сейчас он уже с трудом ходит вокруг собственного стола, омолодился. Вот таких дураков, причём, которые умудряются сами себя убедить и даже ставят эксперименты на себе, сколько хочешь. Но люди разные. Образование, особенно в Калифорнии, оно как бы не очень. Поэтому чего что ждать? Большие надежды возлагались на CRISPR. Это редактор генов. Потому что считали, что сейчас мы возьмём 45 вариантов генов у долгожителей, а также, ну, которым старше, больше 110 лет, также от мух, от китов, от червей, тоже долгожителей. Ну, как они определяли долгожительнее червей, я не знаю, дрожжей, тоже интересно, капуцинов. И вот стали ковырять, искать гены долгожительства. Не нашли. То есть редактировать нечего, поскольку там один-два гена, к сожалению, ничего не решают. Есть и героические люди, которые даже кое-чего, до чего-то додумываются более-менее. Ну, например, о том, что пытаются противопоставить геном наследуемый и эпигеном, то есть условия, в которых человек живёт. Ну, и идея такая, что эпигеном накапливает неправильные программы для клеток, маркёры, и их надо исправлять, иначе наступает старение. Ну, и вот эти метки, они вроде бы как белок старения кожи, они нашли, пытаются сделать. Но, правда, кожа как стареет, так и стареет. Ничего они не придумали. Таким образом, очень много исследователей, которые пытаются решить эту проблему так точно, а вдруг наткнутся. Ну, это позволяет получать гранты, писать модные статьи в модных журналах, ну, и особенно модные темы. Ну, вот Сан-Диего, Хуан Карлос, не могу даже про отчество произнести неприличное, ну, ладно, из Песуа Бельмонте, вот такой вот, так называется этот ученый, решил активизировать фактор Яманаки. Ну, это тот самый Яманаки, который 4 гена пересадили в клетку, сказали, что теперь все клетки с этими 4 генами стволовые, договорились. Ну, это жулики, занимающиеся продажей стволовых клеток. И он говорит, что если мы вот возьмем фактор Яманаки активизируем, то перезапуск часов произойдет, то есть продолжить жизни в оплодотворенной яйцеклетке. И они начали колоть, думайте, чем? Доксициклином, просто и со вкусом. То есть доксициклином активировали фактор Яманаки. Как они с вами додумаются, это загадка. Но, тем не менее, они тут же доказали, что на 30% дольше живут замечательные крысы или мыши. Не помню. Кто-то, в общем, из грызунов. Есть еще масса таких находок. То есть, ну, например, МТОР, так называемый, сигнальный путь, регулирующий клеточный метаболизм. Задача подавить МТОР. И тогда человек, не голодая, спокойно будет худеть и продлевать свою жизнь. За 50 баксов вам вышел этот препарат. И, как говорят исследователи, что чистая правда, судя по всему, продолжительность жизни не увеличивается, но ногти растут быстрее. То есть, в крайнем случае, с ногтями вы можете немного омолодиться. Так что, уважаемые слушатели, если мы говорим про старение, то надо себе отчетливо представлять, что на 9 десятых это прохиндиада. Есть косвенные факторы и неспецифические стимуляторы, которые, да, влияют. Но, если вы что-то стимулируете, то вы гарантированно поэтому будете расплачиваться. Каким образом? Ну, подстекнув метаболизм, особенно уже в зрелом возрасте, вы истощаете ресурсы организм, а как компенсировать, когда у вас уже не метаболизм, не как у молодых. То есть, это большая проблема. Это раз. Второе. Можно ли найти заняться поисками? Да, можно. Есть такие, скажем, перспективные решения? Да, есть. Можно попытаться начать решать проблему? Можно, но ни один из перечисленных мной выше способов к этому не приспособлен. Сколько шапочку с электромагнитными датчиками на голову не одевай, свой мозг ты в машину не пересадишь, потому что он работает не по электрическому уровню, как считают менеджеры, коммерсанты и финансисты, а он работает по морфогенетическому принципу, который от них необыкновенно далек, и для понимания им надо получить еще одно образование. Ну, как минимум почитать мои книжки типа «Нищету мозга», «Морфологию сознания» или еще что-нибудь. Таким образом, перспективы есть. Жалко, что этими проектами занимаются одно откровенное прохиндеи, которое широко известное в мировом научном сообществе, и которое слизывают все деньги доверчивых миллионеров, которые в общем-то действительно с энтузиазмом относятся к этим проблемам. Ну, если, конечно, в подложке не лежит что-то поинтереснее. Так что, уважаемые слушатели, я с вами прощаюсь и поздравляю с началом нового сериала «Панамские утки». Поскольку на сайте издательства мы не ограничены во времени, я могу трепаться долго и рассказывать вам про интересненькие вещи со всеми подробностями, именами, фамилиями, паролями и явками. А вы уж сами решайте, куда вам вкладывать ваши деньги, если они, конечно, у вас есть. На этом до свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok